В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анна Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Единое ежемесячное пособие. Новая выплата стартовала с 1 января. Танец как стиль жизни. 9 января свой профессиональный праздник отметили хореографы. Дог-шоу. Праздник усатый-хвостатый прошел в Сарове в дни новогодних каникул. Далее расскажем обо всем подробно. Выплата единого ежемесячного пособия, которое объединило несколько действующих социальных мер, началась в нашей стране с 1 января. Туда входят в том числе и пособия для беременных и семей с детьми. Семьи с детьми и беременные женщины начнут получать единое ежемесячное пособие уже на этой неделе, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По единому пособию уже поступило более 850 тысяч заявлений. Выплата назначена на 185 тысяч детей до 17 лет и 4 тысячи беременных женщин. Предоставление единого пособия осуществляется на принципах социального казначейства, еще раз напомню, по одному заявлению, без предоставления излишних документов на одинаковых условиях для всех категорий получателей. Оператором единого пособия является социальный фонд. Общий объем финансового обеспечения единого пособия в 2023 году составит почти 1,7 триллиона рублей. Выплата охватит порядка 10 миллионов получателей, обеспечит целостную систему господдержки семей с детьми. Напомним, новое пособие объединило ряд действующих социальных мер, в том числе и те, которые предоставляют в связи с рождением и усыновлением ребенка до достижения им трех лет, а также на детей от 3 до 17 лет. Теперь пособие назначается и беременным женщинам с низкими доходами. В каждом случае учитывается индивидуальное материальное положение. Размер пособия нефиксированный, он будет зависеть от дохода семьи. Он может составлять от 50 до 100% регионального прожиточного минимума для детей. Беременная женщина получит от 50 до 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного населения. Если в семье есть несколько детей в возрасте до 17 лет, пособие назначают на каждого ребенка, указанного в заявлении родителей. При назначении пособия учитывают имущественную обеспеченность семьи и занятость родителя. Пособие дают в том случае, если взрослые члены семьи имеют заработок или объективные причины для его отсутствия. Саровский военно-патриотический центр «Полигон» набирает желающих на курс по тактической медицине. Он пройдет с 20 по 22 января в Дивиеве на базе ВПК «Град». В первые два дня участников ждет теория тактической медицины и практика в помещении. В третьей – отработка полученных знаний и навыков на полигоне в максимально приближенных к реальности условиях. Телефон для справок 8-920-062-95-89. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Цифровой полис ОМС теперь можно оформить на портале госуслуги. При этом, как сообщили в Минцифры, пластиковый или бумажный вариант полиса носить с собой больше не нужно. Электронную версию документа можно просто показать на экране телефона, а при онлайн-записи к врачу данные о полисе будут автоматически подгружаться с портала. С 11 января начнут штрафовать за выброс мусора из машины. Закон направлен на борьбу с несанкционированными свалками. Мусорящих автомобилистов будут штрафовать от 10 до 15 тысяч рублей, а если авто принадлежит ферме – от 30 до 50 тысяч. При повторных случаях штрафы увеличиваются вдвое. При этом у компании водитель, который мусорит, могут конфисковать автомобиль. 10 нижегородцев госпитализировали с обморожениями за последние две недели, сообщили в Министерстве здравоохранения региона. Среди них один ребенок. Более 100 человек в Нижегородской области пострадали при падении на льду. Ранее глава регионального Минздрава Давид Мелик-Гусейнов рекомендовал нижегородцам использовать ледоступы. По мнению министра, эта мера позволит снизить риск получения таких опасных травм, как, например, перелом шейки бедра. 9 января свой профессиональный праздник отмечают хореографы и балетмейстеры. Постановщиков классических и современных танцев неоднократно чествуют в течение года при проведении Всемирного дня балета и Международный день танца. Но для того, чтобы подчеркнуть значимость трудов наставников-танцоров, был учрежден отдельный праздник – Международный день хореографа. Важно, чтобы к вам пришла муза танца. Терпсихора должна благословить вас на занятия хореографией. Так о своей профессии говорит преподаватель детской школы искусств Алена Чухманова. Ее муза танца посетила еще в детстве, когда мама отправила девочку в ДШИ на программу «Хореографическое творчество». С тех самых пор Алена хранит любовь к танцу в своем сердце и делится ей со своими воспитанницами. Далее было обучение, получение высшего образования, переезд обратно в Саров. И волшебным образом я попала именно в департамент культуры. Не сразу, конечно, потому что школа искусства – это место, где собираются действительно настоящие профессионалы. И у нас на отделении. Но я рада, что я сейчас работаю, получается, с моим первым учителем, с любовью Анатольевной Рязановой. В школе искусств Алена Чухманова работает около трех лет. Проявить детям любовь к такому сложному и одновременно прекрасному искусству – увлечь их в мир танца. Задача не из простых, признается педагог. Девушка считает себя строгим наставником. Дисциплина – важная составляющая успешной учебы. Я работаю на отдачу. Я от детей заряжаюсь такой неиссякаемой энергией, которая как раз вот дает стимул для своей работы. Я строгим преподавателем считаю, но мне кажется, детей нет. Вот, потому что, наверное, потому что я очень люблю детей, и они, соответственно, тоже дарят мне свое тепло. Самым маленьким воспитанницам Алены Чухмановой шесть лет. Их группу называют «подготовишки». Сейчас они изучают азы учебной программы и готовятся со следующего года пополнить ряды хореографического отделения детской школы искусств. Самые старшенькие – ученицы четвертого класса. Под строгим руководством наставницы они осваивают классические и народные танцы. Это мое хобби, потому что я тут добрый преподаватель, это хорошие дети, мне тут нравится заниматься, потому что все очень красивое, изящное, танцы красивые придумывают, комбинации. Мы тут занимаемся классикой и народным танецом. Мне больше нравится народный танец. Там комбинации легче запоминаются. Там туфли с кубоком. Канал «16» поздравляет хореографов с профессиональным праздником. Желаем творческих успехов! В Нижнем Новгороде прошел областной конкурс педагогического мастерства «Моя профессия, мое призвание». От детской музыкальной школы имени Балакирева в номинации «Концерт смотр учеников класса» принял участие преподаватель высшей категории по классу гитары и балалайки Константин Махарт. Концерт саровских музыкантов взял гран-при конкурса. Звуки гитары, как отражение души, этот удивительный и немного капризный инструмент по-настоящему раскрывается в руках тех, кто любит музыку, считает Алина Рябушева, воспитанница музыкальной школы имени Балакирева. Свою первую мелодию, которую освоила в этих стенах, помнит и сейчас. Простые аккорды в осаду-левогороде неопытным пальцем давались с большим трудом. Педагогу Константину Махарту ее привела судьба, признается девушка. «Сначала пришла, я хотела петь. Мне сказали, что не поют. Я не знаю, почему мне так сказали, но сказали, что не поют. Потом спросили, на какой инструмент. Я ничего не знала, кроме гитары, значит. А когда нас принимали, по-моему, там сидела жена Константина Александровича. Ну, в общем, мы пошли. Посмотрели, какой-то у кого-то урок был. Ну и сразу, в общем, я маме сказала, что мы идем сюда. Больше нас никуда не ведем». Успех воспитанников Константина Махарта по достоинству оценили в области. В Нижнем Новгороде прошел областной конкурс педагогического мастерства «Моя профессия. Мое призвание». Преподаватель высшей категории по классу гитары и балалайки представил на суд жюри видео выступления своих воспитанников в номинации «Концерт-смотр учеников класса». В записи концерта ученики играли русские, народные и военные песни. Саровские музыканты взяли гран-при областного конкурса. «В концерте у меня принимали участие солисты, балалайшники, ансамбль балалайшников, а также ансамбль гитаристов и ансамбль и оркестр гитаристов, и трио с саксофоном. Мы со своим учеником, я на гитарах, и наша преподаватель Шеклова Дарья Александровна, а также шаней-концертмейстер у меня, у балалайшников, приняла участие в этом концерте». Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Мастерские, кино и экскурсии. На зимних каникулах художественная галерея приготовила для саровчан насыщенную программу. На первом дне работы галереи в дни каникул побывала наша съемочная группа. Правильно сложили бумагу, вырезали по нарисованному контуру, и вот уже можно брать в руки клей. Главное – усидчивость и терпение. Юные гости художественной галереи осваивали тонкое искусство вырезания объемной новогодней снежинки. Как и в природе, одинаковых работ на столе не было. Каждая снежинка получилась по-своему уникальной. На протяжении зимних каникул для ребят в зале галереи проводили творческие мастерские. Мне понравилось то, что там очень круто сгибать вот эти уголки, там обрезать, украшать. То есть я раньше умел такие делать, но забыла, сейчас вспомню. Сначала нам объясняли, как делать орегами квадрат. Потом показывали, как правильно складывать так, чтобы можно было вырезать красивые части для снежинок, чтобы их склеить и получилась красивая снежинка. Мы старались сделать все красиво, чтобы она получилась красивая. И эту снежинку можно вешать на окна, просто украшать дом. Мне больше всего здесь понравилось полепить снежинки, потому что это так весело. Еще здесь помогают, здесь все быстро и легко можно сделать. Первый день каникул выдался насыщенным. Сразу после мастерской ребята отправились в кинозал смотреть мультфильм «Новогодний переполох». Он рассказал юным зрителям о том, что не только люди получают подарки в такой волшебный праздник, но и животные. Каникулы с Иравченом показали еще два фильма «Мия и я» и «Большое путешествие. Специальная доставка». А с 3 января стартовал новый мульткино для самых маленьких. Новые серии из любимых мультфильмов, которые приходят к нам и уже регулярно, есть зрители, которые не пропускают ни один выпуск, смотрят. Это новые серии «Мимимишек», новые серии «Катя и Эф», всегда это приключения, связанные с какими-то или дальними странами, или какими-то особенностями, познаниями нашей планеты. Вот в этот раз серия посвящена растениям. Показывать сборник мультиков будут на протяжении января, без возрастных ограничений. Праздник «Усатый хвостатый» прошел в Сарове в дни новогодних каникул. Это традиционное мероприятие клуба «Акбар» для владельцев и любителей собак. В этом году в нем впервые участвовали кошки из приюта Мурдом. На праздники побывала наша съемочная группа. Полтора года клуб «Акбар» реализует проект службы помощи четвероногим. Волонтеры оказывают адресную помощь горожанам и их питомцам. Если хозяин больно, берут на себя прогулки с собакой или поход к ветеринару. Сейчас на повестке дня помощь мобилизованным. В декабре закончился третий этап проекта. Его промежуточные итоги подвели на итоговые мероприятия в дни новогодних каникул. Совместили его с большим праздником «Усатый хвостатый». Мы уже, наверное, последний раз его проводили в 2019 году, до пандемии. Сегодня док-шоу. Но док-шоу у нас получилось не только док-шоу, но и кэт-шоу. Поэтому у нас сегодня «Усатый хвостатый». У нас собаки и кошки. Новогодние мероприятия. Кошки у нас из приюта Мурдом. Заодно, может быть, найдем хоть кому-нибудь хозяина доброго. Свершится чудо. Зона для кошек вызвала большой интерес у горожан. Взрослые дети с удовольствием играли с пушистыми обитателями Мурдома. Кроме того, у гостей праздника была возможность сделать своими руками кошачью игрушку и передать ее волонтерам приюта. Но все же гвоздем мероприятия стали собаки. Мелкие, крупные, пушистые, голые. Представители охотничьих пород и собаки-компаньоны. С каждой можно было познакомиться, почесать за ушком и узнать у владельца о нюансах породы. Это малый группансон. Ей полтора года. Зовут ее Курочка. Это очень общительная порода. Она, несмотря на свой маленький размер, очень любит гулять. Особенно ей нравится первый снег. Ей нравится вообще быть веселой на самом деле. Подойдет ли она в семью с детьми? Да, они очень контактны, очень привязаны к людям. Нам нужно внимание. Еще один представитель собак-компаньонов, подходящих для содержания в квартире, вельшкорги Пемброк. На праздник эту породу представляла Джессика Хайлайт для домашних ежечка. Активной на улице, дома собака любит поваляться на диване рядом с хозяевами. Это очень дружелюбная, ласковая собака. Любит абсолютно всех. Очень любит тренироваться командам. Корги достаточно хороши для семьи, но зависят еще от самой собаки, от того, какие у нее родители. Потому что некоторые Корги очень общительные. Я бы даже сказала гипер, вот как наша ежка. А вот ее мама, например, она больше к семейным. То есть к чужим людям не очень хорошо относится. Но, в принципе, к своим они всегда очень с душой и любовью. Наверное, в принципе, как и все собаки. Очередная возможность познакомиться с четвероногими друзьями у саровчан будет весной. В мае объединение Акбар проведет для горожан традиционный спортивно-кинологический праздник «Собака плюс я». И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА